И всем привет! Сегодня очень радостная новость, по крайней мере для меня. Один из моих подписчиков, хороший человек, по имени Данил Морзаев, выслал такую интересную посылку. Это первая посылка от подписчика. Ну, конечно же, он предварительно мне написал, предложил сам создать нечто. И это нечто полностью ручной работы. И сейчас вы увидите, посылка еще не вскрыта, как видите. Видите, ехала это все Почта России и доехала где-то... Ну, менее недели заняла доставка. Очень-очень быстрая доставка. И вот давайте увидим, что там. Так, напомню, что это первая посылка от подписчика. Еще мне несколько подписчиков высылают посылки. На данный момент они в пути. Так что, в скором времени, увидите некоторые обзоры посылок от подписчиков. Запаковано все это дело. Данил постарался. Очень хорошо. Ой. Так. Как-то все заклеено. Довольно-таки большой пакетик. Без каких-либо пупырчатых салофанов, поскольку тут пупырка не нужна, по идее. Ай. И это чудо, братья, это чудо. Данил мне предложил на 3D принтере распечатать корпус электрошокового устройства. И это не просто корпус. Это фирменный корпус. То есть, видите, написано тут. АК23Х. Блин, фокус. Так. И это все, друзья, ручной работы. То есть, распечатывал все, конечно же, принтер. Но тут все это дело обработано, склеено. Сколько принтер не позволял полностью корпус монолитным сделать. То есть, две части монолитные. Поэтому пришлось Данилу потрудиться и на славу. С виду все это дело похоже на древесину. Но это пластик и распечатывание такого вот именно корпуса заняло где-то 5 с лишним. Почти 6 часов. Довольно-таки большое время. И перед тем, как вот именно создавать это чудо, Данил мне вот написал, предложил насчет вот именно дизайна. Мне вот нравятся, если честно, электрошокки типа Caracute AS от компании Mart. Просто их дизайн очень крутой, на мой взгляд. И, в принципе, чтобы как-то не нарушать чьи-то авторские права, был разработан аналогичный дизайн. Аналогичный дизайн. И получился вот такой звереныш. Он по размерам, все размеры как бы... О, Данил тут даже комплектуху положил. Данил, тебе, не знаю, огромное. Это модуль Пельтье. Я чую, что это элемент Пельтье. Я не знаю даже, как отблагодарить Данила. Да, это... Ха-ха, это круто, друзья. Это вещь. Это вещь. Почему? Вот потому что... Да, это элемент Пельтье. Я не знаю, почему вот Данил положил, ничего не говорил мне насчет элемента. Он совсем новенький. Модуль Пельтье. Ну, знаем все. Все прекрасно, для чего предназначен. Он может охлаждать с одну сторону, но при том... Блин, 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 фокус. Выделяется тепло на противоположной стороне. И может быть задействован в качестве термоэлектрического генератора. Также и в холодильниках используют. Я не знаю просто, как отблагодарить. Вот модули Пельтье, несмотря на то, что вот такая вот маленькая пластина, я не знаю, на сколько ватт, но стоит довольно-таки дорого. И даже в Китае все очень хотел заказать себе несколько таких штук для самых разных там целей. Кстати, это полупроводниковый элемент. Так, но почему-то позабыл потом, не заказал. И так вот получилось, что у меня нет никакого такого элемента. И вот Данил исправил эту ошибку. Да, я думаю, что это стопудово элемент Пельтье. Так, Данил, еще раз не знаю, как тебе отблагодарить. Громадное спасибо. Ну, человек просто от чистого сердца. Видите, насколько вот хорошо тут внутри обработано. Заклеено все это дело пластиком. Опять же, растворенным в ацетоне. Очень круто. Он даже разъем для зарядки сюда подключил. То есть, все вот именно эти ямки под выключатели сделаны под определенным критерием. То есть, штатные выключатели. Просто я давал Данилу ссылку на выключатель. Он, не знаю, каким-то образом там находил размеры. И все это дело создавал в 3D-макете. Сначала вот мне фотографии в 3D высылал. Потом уж окончательный вид. То есть, однозначно громадная работа проделана. Кстати, если кто хочет... Подобный не заказывайте. Это как бы фирменное. То есть, если кто хочет какой-то корпус для каких-то целей, распечатанный на 3D-принтере, может собственную как бы фигуру, то ссылка на профиль ВКонтакте, профиль Данила будет в описании данного видеоролика. К сожалению, других как бы контактных данных с Данилом нет. И электронную почту могу также дать, если кому нужно. Для того, чтобы вот у вас было вот аналогичное чудо. Я думаю, что обшить вот такой агрегат чем-то, скажем, карбоном и так далее. Видите, какой он мускулистый. Видны, да, ребра. Обшить этот агрегат просто нет смысла, потому что это уже какой-то совершенный корпус. Фокус, я не знаю, что с тобой делать. Так. И видите, да, похоже на какую-то древесину обработка. Ну, ничего, не болтается, не шатается. Нет никаких таких резких выступов. То есть, приятен корпус на ощупь. Очень-очень-очень-очень-очень-очень удобно вот держать в руке его. Вот прямо кнопка запуска находится под указательным пальцем. Сверху у нас кнопочка предохранитель, два режима там и так далее. Шурупы тоже. То есть, ничего дополнительно силиконом или какой-нибудь другой хернёй не нужно заливать. Просто шурупами и всё. Также очень довольно-таки большое пространство для умножителя напряжения. Аккумуляторов есть довольно вот. Такое пространство остаётся. Так что никаких проблем. В скором времени увидите новую модель электрошокового устройства, сделанную вот в этом корпусе. Видим. Красотища, да? Ещё раз напомню, если хотите аналогичные корпуса или что-то другое распечатанное на 3D принтере, то обращайтесь к Данилу, контактные данные которого будут в описании данного видеоролика. Ещё раз хочу поблагодарить самого Данила, конечно же, и подписчиков, зрителей за просмотр. На этом всё. Не забываем подписаться на канал. Если возникают дополнительные вопросы, просим на свободный форум нашего сайта, где не нужна никакая регистрация. А на этом всё. С вами, как всегда, был АК Костьян. До новых встреч, друзья. Пока.